Привет, я Анокс, и сегодня поговорим о итогах 2020 года. Все-таки я решила снять это видео. Я немножко о планах 2021 года. Сейчас могу с ответственностью заявить, что планы на 2020 год были мной с оглушительным треском провалены. Ну, здесь не совсем даже моя вина. Хотя и моя тоже, что уж тут сказать. 50 на 50. В связи с коронавирусом очень многое, что поменялось в моей жизни, и пришлось немножко корректировать. Понятно, что диванные войска есть диванные войска, которым я принадлежу, в старших званиях причем. И многое из-за того, что не выполняется, это из-за того, что я ленюсь. Да, прекрасная тавтология для любителя русского языка. Ладно, не судя важным. В общем, из того, что я планировала сначала в прошлом году прочитать 300 книг, а потом снизила планку до 100 книг, я не прочитала ни 300, ни 100. Я прочитала ровно треть от запланированных 100 книг. То есть я прочитала 40 книг. Примерно это получается по 3 книги в месяц. Где-то больше, где-то меньше, где-то книжки были потолще, где-то поменьше. В общем, если в среднем посчитать, я как любитель все считать и анализировать. Если в среднем я в месяц читала где-то 1200-1300 страниц, ну где-то получалось побольше, то всего за 12 месяцев мной было прочитано около 14,5 тысяч страниц. Давайте уж округлим до 15 тысяч, если учесть, что я читала еще журналы и всякую ерунду в интернете. То есть 15 тысяч страниц в год. По сравнению с 40 книгами это были масштабны. Вот. Ну, что про итоги. Я читала очень много литературы по своей новой профессии, которую я приобретаю в данный момент. Многое успевала читать с имитром. Вот. И если так подвести итог, то я себе так обозначила несколько номинаций, вот, про которые хочу рассказать. В номинациях худшая книга года, худшие книги года, это побеждают Сара Джио с ее фиалками в марте. Она вот, я как раз сейчас подвину немножечко стоечку для снятия видео. Она как раз для этого подойдет. И Лис, по-моему, Константин. Последняя миссис Перриш. Это самые пустые, наверное, пустое то, что я прочитала за этот год. Самое большое разочарование. Тем более их так пиалили на ютубе. И вообще многих литературных сайтах. То есть это мои глубокие разочарования. Ну, это минимум из того, что я прочитала. Поэтому я не так уж сильно и расстраиваюсь. А вот. Дальше. Что, к чему пойдем. Номинациях вечная. Как вы думаете, кто там в этой номинации у нас побеждает? Эти книги пришли ко мне в конце 20-го года. То есть эту книгу я начала читать в декабре. Эту я уже читала в январе. Но я думаю, что вечно 20-го года. Это у нас Пелевин. Он как был и остается. Это прекраснейший писатель. Я рекомендую вам его читать. Даже если вы его не понимаете. Вы можете его перечитывать спустя время. И до вас будет, как до утки, на десятые сутки доходить. Вот. Про Пелевина мы сказали. Как же без него? Самый неоднозначный автор 20-го года. Сюда и отнесла Макса Фрая. Гнезда Химер. И еще Лабиринты чего-то там. Алла. Что ж я еще читала? Вот как можно так забывать? Если ты читал всего лишь в этом году. А, Гнезда Химер. Вот она есть. И что там про Лабиринты. Это самый неоднозначный автор. Насколько мне не понравилась первая книга, которую я ознакомилась, настолько мне понравилась такая. Поэтому, наверное, надо еще все-таки взять какую-то третью, прочитать и уже полностью составить. Что здесь обозначить? Почему это не мое? То есть здесь такая философская притча. Я в жизни не люблю философские притчи, философские морали и всего этого. Особенно эту восточную притчу, с которой мне приходилось жить в детстве. Это Хаджана Средин. То есть с тех пор я не очень люблю притчи. Поэтому самый неоднозначный автор. Так. Это мы сказали. Дальше. Переходим к открытию. К открытию. Гениальному открытию этого года. Это я отношу Набокова. В первую очередь его стихотворение. В вторую очередь его прекрасные стихи к жене, которые я сейчас читаю. Стихи очень сильно рекомендую. Для любителей поэзии они прекрасны. Читаете и ранее, читаете и позднее. То есть насколько я люблю теперь поэзию Набокова, настолько странной после стихов, мне кажется, его проза. То есть если легкие стихи воздушные, то тяжеловесная, такая грузная, тяжелая, ну не знаю, всеобъемлющая такая, закопаешься в ней проза. Вот. Это что касается Набокова. Вот. Дальше. Дальше, дальше. Я хочу поделиться с зарубежным. А я ее, к сожалению, не достала. Короче, открытие года зарубежное. Это Оскар Уальд. Портрет Дриана Грея. Мне кажется, это одна из прекраснейших книг, которую я бы сама себе рекомендовала прочитать год-два назад. То есть вот я, к сожалению, не успела. Вот. Дальше. За создание мистического мира. Первую премию, конечно, отдаю Дэну Симонсу с его террором. Сейчас у меня лежит вторая часть его Гипериона, падение Гипериона. Я обязательно ее буду читать, потому что это прекрасные миры. Вот. Дэн Симонс плюс. Несмотря на то, что я так немножечко бомбила Константина Образцова в прошлом видео прочитанном, все-таки отдам премию за рисовку вот этого мрачного, сюрреалистического Петербурга. То есть это мой любимый город раз. Мистику я люблю это два. Ну и тема интересная. Это три. Мрачность, страх, мистика, нагнетание. Все здесь есть. То есть не Дэн Симонс, но по-своему. Так. Плюсик. Дальше в номинациях. Прекраснейшие, прекраснейшие рассказы. У меня побеждает Иван Бунин. Я познакомилась с одним из его рассказов. Сейчас, если он здесь у меня есть, я подскажу. Чистый понедельник. Вот. И я его слушала в аудиоформате. И после этого я пошла, купила книжку с его рассказами. И Константин Паустовский. Телеграмма. Прекраснейший рассказ. Драматичный. Книги у меня нету, но обязательно пойду его куплю. Он, оказывается, был не только писателем, пейзажистом, так сказать, но и прекрасные, драматические, социальные писал рассказы. Так что рекомендуем. Причем Бунин. Прекрасный русский язык, как и Паустовский. Так. Еще одно открытие года в малой форме за прекрасный язык. Валентин Распутин. Любовь номер три, если нужно как-то обозначить эту номинацию. Прекрасный язык, прекрасные темы, прекрасная русская литература. Читайте. Я вот каждый раз вспоминаю, растрогиваюсь. Растрогиваюсь. Я, короче, становлюсь тронутой. Больше, чем я есть на самом деле. Так. Возвращение в прошлом номинации. Вот здесь у меня целых две книжки. Это, конечно же, прекрасный Николай Васильевич Гоголь с его повестями и рассказами. Эту книжку я везла из Питера, потому что я ее купила. Она мне составила пару вечерочков, пока я там была. Эту книжку просто мне понравилось издание. И я ее нашла, чтобы у меня их было много. Целых теперь четыре. Три с рассказами и одна с повестями. Или как эту форму назвать, где есть ревизор, мир, говорят и прочее. Вот. Номинации «Левко и просто и сказочно» выделю вот эту книжку. Анна Кирьянова «Воздушные ванны». Просто такие небольшие набросочки, которые приятно читать. Вот. Дальше. Дальше. В номинации «Возвращение в прошлое». Вот. Вспомнила Макса Фрайя. Оказывается, я его записала. «Лабиринты эхо». Называлась книжка, которую я читала. Вот. В номинации «Лабиринты. Возвращение в прошлое». Да. «Лабиринты прошлого». Плюс Макс Фрай. Вот. Выделяю Эрих Мария Реманк. «Триумфальная арка». Я не читала эту книгу, но я давно-давно не обращалась к этому автору. Она чудесная. Она зрелая, взрослая, осенняя книга. Читать рекомендую больше осенью и когда вам 40 лет. Вот. Александр Иванов «Пищеблог». Это «Возвращение в мою юность». Когда я ездила в детский пионерский лагерь в горы в республике Узбекистан. Узбекистанцам привет. Особенно самаркандцам. Может, меня кто-то узнает. У маленькой пухленькой девочки, с которой учился. Вот. История о пионерах и вампирах. Она просто очень классная. Я вам ее рекомендую. И еще одну книгу. Стругацкий. «Град обреченных». «Град обреченный». Не нашла ее. К сожалению, где-то у меня там закопано в завалах моих книжных. Я ее перечитывала. И сейчас она мне показалась еще более прекрасной, чем тогда. Более глубокой. И мне кажется, ее надо будет еще пару раз перечитывать. Так. Раз в пять лет. В этом году я не повторила свой челлендж. Я не перечитала «Мастера Маргариту весной», как я это обычно делаю. Видимо, было такое состояние в жизни, что, в принципе, эту историю не надо было перечитывать. Она у нас здесь, рядом. Вот. Ну, это вот такие вот книжные итоги. Что касается некнижных итогов, я их тоже, в принципе, с треском провалила. Я не научилась читать с ноты. Точнее, я выучила одну небольшую песенку, но я до сих пор не понимаю. Я просто зажимаю струны на гитаре, и я не понимаю, какие я ноты играю. Но я мелодию играю, да. Небольшой такой прогресс. Сбросить лишний вес у меня тоже не получилось. Я немножко худела, опять набирала, худела-набирала. Просто в этом году я почему-то очень люблю поесть. Как и все остальные годы. А в этом у меня просто сорвало, видимо, крышу. То есть, соответственно, следующий пункт своих планов – спортивная форма кубики. Я смело вычеркиваю, потому что их нет. Вот. Прочитать 300 книг, как я уже говорила, я не выполнила. И даже 100 книг я не выполнила. И итоги 2020 года выглядят вот так вот. То есть, видите, сердечко ни одного пункта. Что касается приоритетов. Приоритетов на 2020 год я их переношу на 2021. В принципе, приоритетов я придерживалась. То есть, я читала много, достаточно много, больше, чем в прошлом году. Я читала статьи и смотрела ролики по литературоведению. Я занималась гитарой. Ну, спорт постольку-поскольку. Рукоделением, к сожалению, я очень мало занималась. Я единственное успела шить юбку из старых джинсов. Потом как-нибудь покажу или переходить. Там в Инстаграме однозначно куда-то выложу. Заработка квартира. Заработками тяжело. Сейчас экономика очень сильно пострадала из-за коронавируса. Перестраиваются. Но я ищу всякие подработки, разные варианты и так далее. Путешествую. Путешествую я только по друзьям. И единственное, я смогла сгонять в Питер. Я себе разрешила. Я себе потратила не самые лишние деньги. Но я была. Кулинарией. Кулинарией я по-прежнему занимаюсь. Но я в основном готовлю быстренько для себя. Я освоила рецепты суши и лепешек. Поэзия прозы. Немного я писала. Я написала пару песен в этом году. Даже не пару. Их несколько. Вот. Смотрите на канале. Вот. Мероприятия, к сожалению, мне не особо удалось какие-то посетить. Я в основном ходила в кино. И вообще в этом году оно скорее такое киношное, чем книжное. Вот. Возможно, как-нибудь я буду снимать ролики про свое любимое кино или про то, что меня впечатлило. Вот. Кино я много смотрю. Есть еще чего выбрать. Есть о чем рассказать. Обязательно расскажу. То есть все эти приоритеты, которые у меня были в 2020 году и в действии, я оставляю. По важности, в принципе, то же самое у меня остается. И плюс я еще тут, ну, уже в течение года писала себе планы. Обозначала пункты. Я обожаю составлять пункты планов, планы пунктов. Вот. И не выполнять их потом. Хотя, конечно, иногда я листаю свои старые записи. Вот. С такой, например, мотивационной записью. Ты могешь. Вот. И потом смотрю. Опа. Нифига себе. Год через два я все-таки созрела и выполнила. Поэтому плюсики иногда появляются в этом блокноте. Вот. Что у меня входит в план на будущее? Борьба с вредными привычками. У меня есть несколько вредных привычек. Я планирую их победить. Планирую заняться спортом, подхудеть немножко. Все-таки это мешает. Заниматься интернет-каналом я стараюсь хотя бы там одно-два видео выкладывать. Может быть, как-нибудь получится почаще. Я, может, что-то еще новое придумаю. Учеба. Я сейчас учусь на психолога. И у меня это сейчас на первом месте. То есть мне надо успеть за, ну, 10, там, максимально рассчитан курс месяцев выучить всю психологию и разобраться в своей и в вашей голове. Вот. Я планирую найти подработку с удаленкой какую-то. Это вот пока тоже насущный вопрос, потому что тяжело. Тяжело. Даже вот несмотря на то, что такая большая Москва, Москва, все равно очень трудно найти варианты, которые устраивали бы и работодателя, который хочет, чтобы ты работал побольше, побольше по времени, побольше по количеству работы, и при этом мало тебе платят. Так что, если у вас есть варианты, пишите, пожалуйста. Я буду очень рано. Вот. Квартира в Питере. Это я себе написала такую голубую мечту, фиолетовыми чернилами. Вот. Я хочу, да. Хотя все почему-то сейчас уезжают из Питера. И мне иногда казалось, когда я бродила по улочкам где-то там в глубине, то есть не по центральному, мне казалось, что это заброшенный такой призрачный город. Вот. Ну, как в Венеции тоже много бед. Вот. Ну, еще я хочу путешествовать по России за пределами, и я надеюсь, у меня все-таки получится. То есть я постараюсь выделить как-то средства и время. Хочу снимать об этом. Хочу снимать о еде. То есть меня интересуют, в первую очередь, кулинарные путешествия. И вообще даже хочется узнать, как наши, допустим, другие города, где я еще ни разу не бывала, даже в России, живут. Ну, и как-нибудь выбраться за пределы. Может быть, у меня получится. Будем держать пальчики. Что касается количества книг, судя по тому, что я уже в этом, в январе прочитала две книги. Вот. Плюсом. То есть я хочу хотя бы 5-6 книг в месяц читать. То есть, ну, в среднем, ну, давайте поставим, ладно, планочку, если 40 было, то давайте в два раза больше 80 книг. Сейчас себе напишу, что я хочу прочитать 80 книг, за 2021 год. Вот. Вот такие странные итоги, странные планы. Если вам нужно составить планы, потом не выполнить, обращайтесь. Вы знаете, к кому. Вот. Хороших книг, хороших впечатлений, хороших фильмов, хороших путешествий, хороших событий. Все-таки у нас как-то в последнее время с событиями не очень. А сейчас я пойду гулять, а потом пить шарлотку. Пока-пока.